Пускай все будет у вас хорошо. Нельзя нам много чего рассказывать. Еле держу уста свои на замке. Но кое-что все-таки пробивается. Знаете, есть такая поговорка в миру, говорит, как Новый год встретишь, так и его проведешь. И сейчас Новый год у евреев, Рошашана. Дай Бог, чтобы, как я его встретил, так он и прошел. Вкратце расскажу это путешествие. Это сильные молитвы в исполнении. Это глубокие покаяния. Это, наконец-то, крещение. Это общая работа на Неве Божьей. В служении. В прославлении. Поэтому я желаю, чтобы так этот год и прошел бы. Знаете, много можно что-то сказать. Много неща могу да кажу. Но то же самое, что я сейчас вам буду рассказывать за какие-то напитки или фрукты. Това все едно да ви расскажем за некакви ястия. И говорите, вах, вах, какие они вкусные. Колко са вкусни, колко са вкусните. Пока не попробуете, не поймете это. Так что пусть вас Бог всех благословит. И дека Бог всички да ви благослови. Вкусите как благ Господь. И упитайте, колко благ е Господь. Аминь. Аминь. Здравствуйте. Здравейте. Я была на Трездияс и в качестве кандидата. Бях на Трездияс как кандидат. То есть в первый раз я ездила туда. За первый път бях там. Я хочу вам сказать, что в принципе наш Господь благ и милостив. И Он отвечает на все наши нужды. Мы когда ехали в Турцию. Мы ехали на машине. Для меня это была самая долгая дорога, когда я либо водила за рулем. Да, я не очень выспалась. И мы молились, чтобы и быстро границу пройти, чтобы сил нам хватило на все. И я хочу вам сказать, что мы прошли границу с Турцией всего за 15 минут. Просто мы приехали, все, мы помолились. Прямо подъезжая граница. И когда стигахме границата, започнахме да се молим. И проехали вот так вот. И много бързо минахме. Вот. Дальше мы уже когда приехали. Когда стигнахме. Все было замечательно. Всичко беше чудесно. Я вам скажу, что я так много не плакала и не смеялась за такое малое количество времени. И не сум се смяла толково и не сум плакала толково преди това. За толково краткое время. Это были благословенные несколько дней. Това бяха благословение и неяколко дни. Я получила много откровений. Получил много откровений. Вообще ничего не могу вам рассказать. И нижче не могу тебе расскажет. Но я очень советую всем желающим познать славу Божью. Но советую на всички желающие, които иска да познают Божьата слава. Поехать на Трест Диас и испытать это. Да утидат на Трест Диас и да го испытат. Потому что Бог, Он действительно всемогущий. Защото Бог наистина е всемогущ. И Он отвечает на все наши нужды. И Той отговаря на всичките ненужди. И мы должны знать, насколько Он велик. И трябва да знаем, колко е велик Той. Спасибо. Благодаря. Да, я тоже скажу, коротенечко. Накратко что расскажем. Да, дорога была очень интересной. Быстрой. Быстрый. Брз. И самое сложное, это действительно была таможня. Потому что у нас было очень много разной техники для конференции. И трудно то беще, деминим митнинцата, за что то имахме различная техника. И в принципе вещей, за которых таможенники могли придраться. И много нечто, което биха могли направить проблем. И когда на турецкой границе сказали багаж-контроль. И год у нас турская граница казаха багаж-контрол. Я не говорю, а ну дай абичку сюда. И я сказал, дай мне аби. И она своими глазками так смотрит, улыбается на таможенника. Что он даже не посмотрел, закрыл багажник и сказал, финиш, езжайте. И той дори не погледа на багажника, просто каза, минавайте. А обратно у нас было два чемодана с препаратами лекарственными. За которые тоже, в принципе, могли придраться. И уже, ну мы когда заезжали на болгарскую таможню. И когато вечер влезах мы в болгарскую границу. Тоже сказали открыть багажник. Я по старой схеме взял абичку в руки. А там как раз женщина проверяла. И она такая смотрит, а сколько ей месяцев? И вы ее взяли с собой. А как прошло? Я говорю, хорошо. И абичка такая, агу. И они такие, езжайте. Я так быстро и легко границы никогда не проезжал. Ну и на 30, да, действительно было классное время. И на 30, време-то 30, я был намного хубавым. Я был одним из служителей. И вот что я понял на этом 30, ну еще раз подтвердилось. Что действительно вот помазание работать с молодежью на мне очень большое. Потому что вот у меня там в команде были ребята с Южной Кореи. За что-то в экипами има шея хора от Южной Кореи. А они роботы просто. Десяк от у роботи. Они спят мало, работают много. Малко спят, работят много. И я пытался с ними что-то шутить, прикалываться, как мы привыкли. И они такие, хорошо, и пошли дальше. Но под конец второго дня, я уже такой, ну ладно, не буду их дергать, они там серьезные люди. Я сижу с Абичкой на руках. И просто смотрю, ко мне подходят. И начинают со мной общаться. Рассказывать мне какие-то свои жизненные истории. Открываться, делиться. Или же там из других этих отделов тоже подходили корейцы. И вот прям хотели мне что-то рассказать о своей жизни. Или от других экипий соштует ваханянк веку рейцы. И пак из коходами расскажет нечто о животе си. И также вот мы, вот в пятницу у нас же молодежка, в субботу на столке. Петек, по принципу, мы молодежку собираем в субботу на стол не игре. Но поскольку мы были в Турции, этого всего не было. Но за что-то, заради товарища бяхме в Турции, не амашите здесь собираем не. Но в итоге мы все-таки молодежку и на столке провели. Но все пак проведохме там собрание молодежку, тури игрите. Мы просто собрались молодежью, у нас там фрукты, сладости были. Просто собрахме с молодежи, имахме сладкие неща, фрукти и подове. И ребятам из Кореи, Израиля, мы показали, что такое наша молодежка. И на хората от Израил, молодежи, им показахме, как во и нашу молодежку собираем. И они захотели к нам приехать. И они поисках, чтобы дойдут при нас. Я еще раз вот убедился, насколько у нас прям шикарная молодежь. Още я веднъж се убедил, колко чудесно молодежку собране имаме. Потому что каждый из них служил настолько мощно, что и не скажешь, что они вот первый или второй раз. Что они наравне были даже с роботами корейцами. Без Лехи, вот Леха, я опять поражаюсь Лехой. Он который третий, четвертый месяц ты вот обучил это видео, этот звукорежиссер. Само три месяца занималася с музыката. А там люди, которые уже несколькими годами вот этим вот занимаются. А там са били хората, които вечер няколко години се занимали. Но без Леши они справиться не могли. Но без него не биха могли да се справят. Потому что он что-то сидит, показывает мне, как он программу там на телефон установил. И подходит одна из генеражата, что така, Леша, иди, без тебя там не справляются. И одна от организаторите идва и казва, Алексей, Ела, без тебя няма да се справим. И это радостно наблюдать, как Бог действует в его жизни. Много радостно да наблюдаваме, как Бог действует в неговият живот. Что просто люди казалось бы с большим опытом, так и Леха, без тебя мы... Че хората с голям обид казват, че не, няма да се справим без тебя. И так у каждого, каждый запомнился. И всеки се е запомнил. И в принципе наша церковь там запомнилась. Даша вон с первых минут уже все знали про нее, что стало самой популярной. И когда мы представлялись... По странам... По державите... Стала Болгария. И просто там церковь на скале. Церковь на скале. И остались Санер Салой последними. И один из спонсоров такой подходит. ткани, я там рядом был, он говорит, эти двое, наверное, тоже с церкви на скале. И он восхищался, насколько у нас мощная церковь, потому что, казалось бы, у нас не так много людей, но из почти 200 человек, 26-27 были только из нашей церкви. И если брать процентное соотношение, то мы были там больше всех. И всех это поражало, даже роботов корейцев это поражало. Насколько вот у нас и служителей, и из кандидатов очень много людей. Здрасте всем. Здравейте на всички. Я тогда думаю, я сразу расскажу, что со мной за полгода произошло. А если расскажет, как вас случилось с мен за полугодина. Те, кто не в курсе, я в Китае учился все это время. Кои-то не знают о случаях в Китае тези шесть месяцев. Да, у меня была клиническая практика. И много работа имах там. Но я расскажу там самые такие интересные вещи. Ще ви расскажу най-интересните неща от там. Сначала расскажу про русскую церковь, русскоговорящую церковь в Китае. То есть сейчас там низкая сложная ситуация в Китае. Сега в Китае има сложная ситуация, потому что после ковида низкая ситуация поменялась. Защото след ковид ситуация се променила. В отношение иностранцев. В отношение к чужденцам. То есть во время ковида многих иностранцев вообще отправили к себе домой. Во время на ковид много чужденцам са били спрятани в къжте. И включая русскоговорящих миссионеров, которые проживали на територия Китая. Които са живели на територията на Китае. Несмотря на то, что они жили там десятками лет, им просто сказали, типа, все, уже надо собирать вещи и уйти. Поэтому, да, когда я полетел в Гуанчжоу, я решил посетить русскоговорящую церковь там. И это была такая интересная смесь. Потому что там были русскоговорящие, англоговорящие, еще китайцы. Китайцы очень странные. Китайцам по закону нельзя быть в церкви в одной с иностранцами. Поэтому, да, они такие были законоприступающие христиане. Но самое интересное, я такого в жизни никогда не видел. Вероятно, из-за того, что людей было мало. Не было хвалителей. И они просто врубали телек. И, короче, пускали песни и пели, как караоке. Ну, короче, да, это было прикольно, да. Но я поэтому убедился, что нужно быть благодарным, что у нас есть такая группа хвалений. И за то, что убедились, что надо быть благодарными, что есть группа хвалений. Ну, потому что как-то странно было. За что это было еще странно. Ну да, ну вы поняли, да. В Пекине была русскоговорящая церковь. В Пекине все, что ты имеешь русскоговорящая церковь. Там проповедник Стас Лю. Однако, к сожалению, оказалось, в этом году я узнал, что там теперь англоговорящая церковь. Русскоговорящих так мало казалось, что, ну, подумали, надо теперь набрать побольше народу. И теперь, получается, проводится на английском языке служение. Там тоже есть русские, китайцы и англоговорящие. И русские слушают проповедь на английском языке. И русскоговорящие слушают проповедь на английский язык. И я понял, да, что это не самая лучшая, как бы, идея. Потому что пастор сказал мне, Паша, выйди, расскажи свидетельство о себе, там, что-то еще расскажи. И пастор мне казал, да, излезли ты расскажешь свое свидетельство. Я вышел на английском, у меня английский нормально, в принципе. Излезли, как говорили на английский, то я иду, бэр примен. Я рассказал свидетельство, и я такие шутки травил вообще. И я рассказывал свое свидетельство, и рассказывал такие яркие шаги. И они вообще ничего не поняли. И ты ничто не разбрахал. Мне кажется, они половину прослушивают, что там пастор говорит им. И мысли, что ты вообще не слушают, как бы им рассказывать. Поэтому, да, хорошо, когда есть служение на своем языке. Добря, чем у вас служба на свой язык. Да, еще одно интересное событие произошло. Может, ты, одно интересное событие, все случаи. Это такое личное свидетельство. Твое личное свидетельство. Когда я полетел, ну, я решил путешествовать по Китаю, и решил посетить Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Гонконг. И решил путешествовать в Китай, и решил путешествовать в Китай. А вы знаете, что Гонконг, он не является частью Китая. А Гонконг не сей вяло часто от Китая. Ну, я подумал, а ладно, типа, у меня паспорт Казахстана, 14 дней без визы я могу быть там. И я сам паспорт на Казахстан, и могла влезать в Гонконг за 14 дней без визы. Ну, и, короче, я купил билет на поезд, сел, поехал. Купил билет за влагу и уйдал. И меня на паспортном контроле остановили, говорите, пройдемте с нами. На паспортном контроле сами спряли и уйдал в состях. Ну, я подумал, ну, ладно, окей, пошел с ними в комнату. Уйдал в состях в стая. Там ждал. Чаках. Потом пришел мужчина, он отвел меня в отдельный кабинет. Ну, и один муж и завел в другу стая. Значит, спрашиваете, у вас есть резервация отеля, там билет обратно, причина вашего посещения. Дали имам резервация в хотел, причина за моето пристигане и дали имам обратен билет. Я думал, а зачем, у меня же без виза, типа, зачем такие вопросы вообще. И, а вновь, нямам виза, и все люди, за что ме питат? Ну, че там, напридумал, а потом говорит, типа, вы понимаете, что вы не сможете въехать обратно в Китай. И те ми казват, разбирате ли, че после няма да може да се вернете в Китай. А у меня в Китае, у меня в общежитии вообще все мои вещи остались. А вы в общежитии, то всички нештаса там. И еще у меня билет уже был куплен на сентябрь. И вече имах билет за септември да се вернят тук. Я такой, типа, ёлки, я говорю, вот же у меня виза на 180 дней. И я, смотри, показываем, че имам виза за 180 дней. Он говорит, да, на 180 дней, вы видите, здесь только один въезд написано. Кобаче со стази виза мога да влизам саму в однуш. Типа, я въезжаю, все, и придется искать мне новую визу. И аз, ако изляза, ще трябва да имам нова виза. И он спрашивает, на что вы планируете делать? И той пита, какво планирам да правя. Я так отчаянно уже думаю, господи, что же делать? И аз вече се отчаевам и се чуди, какво да правя. Я говорю, давайте я приеду в Гонконг, подам на визу студенческую в Гонконге, в китайском посольстве. Нека утида в Гонконг, там да направя нова китайская виза в посольството. Он говорит, за две недели, может, не успеете. Обаче те казват, че две седмицы могат да не ми стигнат. Но я говорю, может, я тогда полечу в Казахстан, там подам на визу. Он говорит, ладно, короче, ждите. И той казва, чакайте. Пол дня я в Гонконге побывал на границе. И половин ден бях в Гонконг, само че на границата. Да, неплохо попутешествовал. Добро путувание се получило. И они возвращаются, говорят, хорошо, мы решили вам поставить отказ в въезд. И те се врештят и казват, че ще ми поставят, че отказано, че не мога да влязе в Гонконг. Они говорят, вы согласны? Я говорю, да, конечно, согласен. И все, они меня там проверили основательно. Те сами проверили. Отвели на китайскую границу. И у твоей духами на китайской границе. И там уже китаянка спрашивает. Тхамон вечером буран не динчу. Я такой, типа, о, так классно. Уже, считай, домой попал, считаю. Я столкнулась израдовала, у с этих, че соедносом в Каштевиче. Ну, я сказала, типа, это была моя вина. И она говорит, типа, вам очень повезло, а такого обычно не делают. Те казачи, а сам он космет, за что-то не саправили до када сега. Так что, да, это вот прям чудо. Твое чудо. Да, слава Богу. Слава на Бога. Ну, еще немного там вам расскажу, там истории. — И, аж ты мол кое-что расскажи. — Получается, что я не был лишён христианского сообщества в моём университете. — Хотя я был всего один русскоговорящий в моём университете. — Поэтому полгода я говорил только на китайском и английском. — И вот там был один человек из Ганы и одна девушка из Эфиопии. и машин человек от гана и на но мы че вот эти опьян и его получается он был методистом то и бешен методист она была католичка от обещает католичка и вот получается как анекдот начинается типа мы собрались вас и не започла некого бит протестант методисты католичка в одной комнате за 1 протестант методист и католичка да ну и как бы они начали там обсуждать обсуждение вести и ты как бы он говорит что типа почему католики считают что мария она безгрешна за что католиците смятат че мария безгрешна и как бы они друг 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 другом разговаривают и как бы ну вообще я считаю что христиане они должны держаться все вместе несмотря на динаминации че христианите трябва деса за но выбраки номинации но я был реально удивлен что она реально считала что мария она прям абсолютно безгрешно как сам христос и асы учить их че тя смяташи чемаре безгрешно катусами иисус христос и поэтому я прямо так вскочил уже такой я говорю вот же вот библия написано что указано ли библии это пищи у нее были дети кроме иисуса христа тема щиты теймо одеса у свин иисус христос от иосифа родились еще как бы братья от иосиф со сарудили а что лица а как бы в их понимание католиков если женщина рожала значит она уже не безгрешно и католиците смята такой женатая рожда вече и не безгрешно и она такая смотрит такая типа вот поэтому нам нужен как бы священник и тяга и коза и затова не и посвященник потому что он нам вот здесь человек почитает непонятно становится ах рассущенник почитает он еще разъяснить очень понятна человек человек удачу от просто что прочтение что няма да разбори освящение которое можно не убить с ним я подумал это же логика католицизма 16 века твой болит твоя логика то на католицизм пресс 16 защем библию вообще перевели на английские русские все как полима библия на английский можно было на латинском оставить священники было сами трактовали бы Вы их могли доставить на латинский священнице и саму дочитать. Ну это был такой несколько мой культурный христианский шок, наверное. Твой обычный культурный христианский шок. Ну, в конце концов, мы все равно все были вместе дружно, регулярно вместе ходили в Макдональдс есть. Оба. Но вы прикидывали мы дружнее, ходили мы заодно в Макдональдс, да едем. А можно сказать, что это вот те вот друзья иностранцы, которые у меня появились в Китае. И два са миновитые приятели, которые появились в Китае. Они меня пригласили к себе в Ганну и Этиопию, Эфиопию. Ты сами пуганили в Ганну и Этиопию. Так что, да, будет возможность полечь в Африку. И какую вам возможность, что у тебя в Африку. Да, и вот так получилось, что я прямо с Китая в Турцию на 3DS полетел. И так кажется, получите от Китая, однако у тебя в Турцию на 3DS. Это уже мой четвертый 3DS. Два раза я был в Корее. Два пути бях во Курея. Один раз здесь в Болгарии проводился. Один раз здесь в Турции. И в одной раз в Турции. Да, поэтому я уже такой, как дедушка. И аз вече се чувствах като дядо. Да, но меня каждый раз в разных департаментах. И всеки път се намирам в различни екипи. Да, поэтому каждый раз новый опыт. Всеки път имам новый опыт. Но я человек вообще стеснительный. Аз съм малко срамежлив човек. Поэтому два дня, в принципе, ну мы там не особо начали с ними наладить контакт. Два дни не общувах с тях толкова. На третий день я уже такой типа, фуф, работа закончилась. На третий день вече имахме много-малко работа. И вот наш чиф департамент говорит. И главен човек на екипа казва. Указыва се, че си разговарлив човек. Ну, поэтому мы там обменялись контактами. Не, си сподолихме контакти. Ну и это тоже такая вот штука, что нас здесь русскоговорящих христиан, в принципе, не так уж много. Ну, только не сме толкова много русскоговорящих христиани. Поэтому хорошо, когда есть такие события, вроде трез диаса или фестивали, где мы можем все собраться вместе. Да, и как бы обменяться информацией, эмоциями. Так что за это я тоже благодарен. Ну и вот теперь я наконец-то прилетел сюда. Да, некоторые вещи поменялись. Да, вот жду теперь с нетерпением работы, начало. Чакам с нетерпением начало наработать. Да, все, спасибо. Благодаря на всички. Так, это все? Больше никто не хочет поделиться? Здравствуйте, церковь. Здравейте, церковь. Я была на трез диасе как участник. Была на трез диасе как участник? У меня до сих пор крутятся еще романы слова в голове. Все, что мне сверчет, думайте на рома в голове. Что первый день на трез диасе это просто мозговой шок какой-то. Чи первый день и като шок за мозга. Ну, то что я испытала. Я уже хотела уезжать на следующий день. И много, вече имах чувство, че искам да заминавам на следующий день. Ну, Бог велик, Он благ. Но Бог е велик. Я для себя получила много инсайтов, много откровений, много знакомств. За себе себе получил много откровений. Много любви между людьми, как друг друга. Вот у нас была компания такая, девчонок. И много любовь между хорами. У нас была группа «Мумичта». Да, и каждый делился со своими какими-то переживаниями. Друг друга поддерживали, обнимали. В общем, столько-столько-столько было любви. Всякие споделяли свои эти переживания. И так подкрепили один друг, подгрыжили все. В общем, я для себя много получила ответов на вопросы. И за себя получил много отговорей на вопросы. И аллилуйя, в общем. Аллилуйя. Слава Богу за все. Слава на Бог. Да. Оль, 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 не уходи, пожалуйста. Оль, Оль, не уходи, пожалуйста. Одним из таких результатов и показателей участия Оли в Трездесе. Единый результат и показатель участия на Ольгове в Трездесе. Наверное, многие из церкви уже знают. Что Оля заключила водный завет с нашим Господом Иисусом Христом. Приняла водное крещение в Мраморном море. Да, мы хотели бы благословить тебя, Оль, и подарить тебе Новый Завет. Читай, просвещайся. Позже мы вручим дипломы о водном крещении. Спасибо. Всем привет. Здравейте на всички. Я была на Трездесе в первый раз как служитель. Я была на Трездесе в первый раз как служитель. И такая мысль, что обычный человек, наверное, этого не поймет. То, что ты платишь свои деньги. Оставляешь семью. Оставляешь работу. И все время там ты трудишься просто до изнеможения. И мы спали по четыре часа. Спах мы по четыре часа некогда. И я попала в такую команду, которая самая последняя всегда почти шли спать. И это работа почти всегда на ногах. Ты бегаешь, что-то делаешь. И я физически просто измотана. И физически съм много изморена. У меня сейчас температура. Имах температура сега. Все тело ломит. И имам болки в тело. И если вы меня спросите, жалею ли я, что я съездила, то я скажу твердо нет. Тогава ще кажу твердо не. Слава Богу, что мы дух, душа и тело. Слава Богу, что мы дух, душа и тело. Если бы мы были просто тело, я бы сказала никогда больше. Я не поеду. Но дух и душа просто ликовали. Я так наполнена. Я столько откровений для себя получила. И мне даже муж сказал, ты какая-то другая вернулась. Говорит, какая-то красивая более стала. Так что это было чудесно. У нас была потрясающая команда. Мы очень сдружились. Много шутили, смеялись. Мы все время вместе что-то делали, работали. И параллельно общались. Свидетельства рассказывали. Рассказывали различные свидетельства. Я получила огромную такую благодать. И самое что необычное, что во мне было какое-то сверхъестественное смирение. Были ситуации, когда я в обычном режиме, я бы разозлилась, мне было бы некомфортно. Но тут я прям чувствовала, что меня вообще это не задевает. Я говорю, Господи, оставь мне это смирение на всю жизнь, пожалуйста. Так что все было очень классно. Спасибо большое. Слава Господу. Еще хотела рассказать. В конце свидетельствовали участники. И это то, что тоже меня очень вдохновило. Хочу поделиться. Одна девушка выходит и говорит. Я двадцать лет курю. И не могу бросить. И уже пастор мне говорил, ну давай уже может помолимся. Молились, но мне ничего не помогало. И я взяла, говорит, сигареты на трездец. И думаю, пойду где-то украдкой, тихонечко покурю. И, говорит, посмотрела просто на сигареты. И побежала в туалет, и меня стало тошнить. И я выбросила сигареты, зажигалку, все выбросила. И теперь, говорит, я свободна от этого. И кажется, человече свободна. Слава Господу. Слава Богу. И еще одна женщина тоже свидетельствовала, что она очень много лет серьезно больна. Ей сделали семь операций и сказали, что мы не можем вам помочь. Если мы сделаем восьмую операцию, то вы точно умрете. И сказали, ну будете жить сколько Господь даст, уже мы не можем помочь. И за нее начали молиться. И они нашли какого-то очень крутого врача. Который сказал, ну я попытаюсь помочь. Ей сделали восьмую операцию. И все прошло хорошо. Она уже думала, что жизнь начинается. Потом она проходит обследование, и болезнь опять прогрессирует. И она была в таком отчаянии. Господь, почему, за что, почему я болею? Мне всего лишь 35. И на этом трезде за нее стали молиться. И стали молиться за освобождение. И она говорит, это было очень больно. Но после молитвы щелк, и боль прошла. И она верит, что она исцелена. Мы потом у нее еще спросим, да, анализы. Так что Господь там и исцелял, и освобождал, и дарил свою любовь, и давал смирение. Бог исцелял, и освобождал, и давал смирение. Так что наш Господь живой. Аминь. И наше Господь жив. Спасибо большое за свидетельство. Такие слова действительно вдохновляют, дают силу. Особенно тем людям, которые находятся в таких затрудненных жизненных обстоятельствах. Аминь. Сейчас я хотел бы предоставить слово и микрофон нашему молодежному пастору, который будет сегодня делиться Божьим Словом. Всегда, Мадешки, и не пастору, что исподели Божье это Слово. Давайте пригласим.